Теперь мы переходим к третьей главе. И третья глава называется как «Язык мой, друг мой». Видите, всё опять-таки начинается с языка. Мы можем не делать никаких плохих дел, да? Но всё, что на уме, то в определённой категории людей, вроде меня, и на языке. Вот моя жена сейчас счастлива, она два часа меня видит в день. Я прихожу с работы, она уходит как раз и час утром, и час вечером. Мы видимся, это счастье, а то я так заболтывал. Видите, немногие делайте с учителями, что мы подвергнемся большему осуждению. Здесь говорится и об осуждении, о том, если мы неправильно учим, да? Я ещё раз говорю, очень тщательно, внимательно обращайтесь в Торы. Не подгоняйте свои доктрины или свои положения, да? Вот как мы рассказывали на перерыве, потому что многие так вот поступают, и видно, естественно, что это натяжка, и таким образом они и других людей вгоняют в сомнение. Говорите, такая наша голоха, да? Написано так, но мы решили сделать так. Это нормально, это наша голоха. И, во-вторых, говорится об осуждении, вы помните, как постоянно Моисея осуждали, да? И камнями его хотели побить несколько раз. А уж Павла так не только хотели. Знаете, приходится еврей. Ой, вей, Сара! Меня хотели сегодня побить. Ну и что? Ну так и побили. А ты же вы ещё хотели. Ну так если бы не хотели, так не побили бы. Правда? Так что Моисея только хотели, а Хиешуа тоже хотели бить камнями, да? А Павла таки и били камнями. И всё равно, потому что он был учителем. Поэтому есть такая еврейская пословица, которая говорит, что равен, которого не хотят выгнать из города, да? Это не равен. Но равен, который даёт себя выгнать из города, это не мужчина. Хорошо. Ибо все мы много согрешаем. Видите, часто говорят, если ты учишь других людей, то как же ты, понимаешь, не живёшь так, как ты учишь? Ну, мы все несовершенные. Если бы у нас учили только совершенные люди, у нас бы учителей не было, правда? Или бы одни обманщики? Но каждый, кто научился хотя бы одной буквы, он должен научить другого. Каждый, хоть сделал один шаг вперёд, он должен хотя бы на этот шаг показать дорогу другому. И в этом понимании будем всё правильно делать, да? Тот, кто не согрешает, тот совершенный человек. И дальше говорится, в чём же проявляется совершенство? Прежде всего, в языке, да? Мы будем говорить об определённых законах, которые связаны с лошон-гора. Течёт ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Да? Вот, видите, сладкая и горькая вода. То есть, обычно, либо вода какая? Солёная, да? Горькая. Вот, мы рива, да? От слова мар. Горечь. Горечь, да? И когда была вода горькая, и все евреи, значит, бегали вокруг, и они пытались пить эту воду. Да? Я всегда представляю Тору так, как оно было в действительности. И что же с ними случилось, с теми евреями, которые начали пить горькую воду? Голову беру и соли являются хорошим слабительным средством на горькое. Знаете, какой у них понос начался? Ой-вэй. Ой-вэй. И тогда они побежали к Ешуа. Он взял дерево, да? Дерево прообраз креста, положил туда, и вода сделалась сладкой. То есть, оказывается, может вода быть горькой, а потом стать сладкой. Но у человека это чаще бывает и горькая, и сладкая, да? Я дошел к такое место очень интересное. Один пишет, что говорит, мы осуждаем человека чаще, чем дышим. Осуждаем других, понимаете? Есть суждение, есть осуждение. Дар критики – это такой прекрасный дар, который каждый имеет. Его даже и развивать не надо, и просить о нем не надо. Как писал мой любимый поэт Вадим Шефнер, У критиков суровый вкус, а ты стоишь, как Иисус. И слышишь, пень толкует с пнем, раз пнем, раз пнем его, раз пнем. Правда? Вот об этом и говорится. Что у человека неестественно и соленая, и сладкая, и горькая вода. И все это, оказывается, выходит из одного источника. И где этот источник? В сердце человека. И результат – это то, что идет и соленая, и горькая, и сладкая вода. Что же? Вот это наша шизофрения, которая в нашем сердце. Расщепление. Видите? Познание добра и зла. Добро и зло не может быть в одном сердце. Либо должно быть добро, да? Либо зло. А если они вместе, значит, они постоянно будут бороться. Поэтому человек может не совершать плохие дела. Но, вы знаете, рано или поздно через язык его все вылезет. Как бы он ни пытался. Десять лет пройдет, но все равно выскажет. Даже, помните, Моисей, который был кратчайшим человеком, у него все это скапливалось, скапливалось, и он, в конце концов, высказал. Это все как вот фурункул, знаете, который нужно вскрыть, а он все больше и больше напряжения, а потом брыжет ноем. И опять говорится о мудрости. О мудрости. И если кто-то в сердце имеет горькую зависть, сварливость, то не хватайтесь, не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость. Видите? Зависть. Зависть – это было первое разрушительное чувство, которое привело к убийству. Это мы знаем, два брата, да? Каин и Авель. И зависть является наиболее разрушительным чувством. Оно разрушает и того, которого завидуем, но прежде всего разрушает кого? То, кто завидует. Тот, кто завидует. Как-нибудь, может быть, там послушать Рау Исаак Зильбера. Там есть зависть и очень хорошая у него лекция. А сварливость, что опять-таки? Ропот, недовольство, да? Мы ропщим, мы недовольны. Да? Глагол «мэкабель» – это глагол длительного действия. «Мэнагэн» и так далее. «Мэшалэм» – оплачивать. То есть, это глагол длительного действия. А есть глагол одногоразового действия. И помните, как называется такой человек, который получает только один раз. Неблагодарный человек, да? Ну, говорите, называется «кабель». Кабель, да? Видите, а сварливая жена, она подобна чему? В водосточной трубе, да? В водосточной трубе. И всякий мусор, и листья, и все это выходит через отверстие рта. Недаром такие образы. Но мудрость, сходящая свыше, видите, она какая? Чиста, да? Потом какая? Мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И в результате будет плод, плод правды в мире у тех, которые хранят мир. Шалом! Шалом, да? Четвертая глава. Опять-таки, то же самое продолжает. Из-за распри. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете. Как вы думаете, неужели такие страшные были христиане, евреи и христиане, тоже к верующим? Вешуа, Иисуса, обращается, да? Евреям, верующим Иисуса. Ладно, я вам потом бредные советы, что надо делать с теми, кто носят эти будильники. Да. Итак, смотрите, это евреи, верующие Иисуса. Неужели они такие плохие, что убивают? Да? Как можно убить человека? Словом, можно убить человека, да? Вот. Видите, да? Убиваете, завидуете, прелюбодействуете. Неужели они там все прелюбодействовали? Есть прелюбодействие словесное, правда? Вот. Есть нарушение завета и Божьего завета, завета в семье и так далее. Есть узкое и широкое толкование различных заповедей. Мы будем об этом говорить. Припирайтесь, враждуйте. То есть, вот такие очень интересные характеристики людей. И что? Поэтому, если не просите, а если просите, все равно не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вождений. Бог действительно приготовил много чудесных вещей. И видите, теория – это преуспевание. Ну, в общем-то, интересная теория. И тоже есть определенные вещи в Писании. Почему же она у нас, оказывается, не работает? Бог по великой любви и милости не дает нам много денег, не дает нам много здоровья, не дает нам быть знаменитыми и великими. Правда? Это, в этом проявляется милость Божья. В том, что мы бедные. Да, вот какие мы бедные. Как мы завидуем голландцу? Голландц, где протестантская страна, она когда-то занимала ведущее место в мире. Правда? Фактически, да. Фактически, вот Америка, это что же было от голландцев? Нью-Йорк, как назывался? Новый Мастер, Амстердам, да. Какие Бог дал благословения Голландии? Чудесные. А можно ли сейчас в Голландии жить? Видите? Они живут хорошо, богато, в Боге не нуждаются. Зато мы нуждаются. Мы не должны, конечно, молить, чтобы у нас было плохо. Мы обязаны молить за нашу страну, чтобы было ей хорошо. Но слишком много благословений, оказывается, тоже нехорошо. Потому что люди употребляют все это добро как? Не на добро, а для употребления своих прихотек. Вот это главная причина. Почему нет у нас таких чудес и нет таких исцелений? Да. Почему-то ноги не вырастают, глаза и так далее. Но бегают, бегают, да. Бегают. Но за послушным, опять-таки, видите? Они бегают, когда человек находится в заповедях Божьих. А когда он такой, Бог по великой милости не даст проявляться этим благословением. По милости Божьей, не как наказание. Некогда и путает наказание Божие. Я вам говорю, что наказание, если Бог наказывает, поверьте, Он всегда даст вам понимание. Не все хотят слышать. Не все хотят слышать. Но я по своему опыту знаю, что если Бог наказывает, то конкретно дается да. Бог, конечно, не наказывает, Он не мстит нас в таком положении. И видите, самый главный рецепт. Почему? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордый. Мы говорили, гордость – это качество кого? Дьявола. Дьявол – противник Бога. Поэтому Бог гордым противится. А смирение – это абсолютное смирение, да, это качество Бога. Чем больше мы смирены, тем будем больше благодать, которая будет за нами, совершенно верно, гоняться. Гоняться. Приблизьтесь к Богу, да, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайте плачи и рыдайте. Сказал Иисус Боложенный плачущий. Счастливый плачущий. Вот ты плачешь, ну ты счастливый. Как вы думаете, какие плачущие счастливые? Ну, если тебя бьют и плачут. Ты плачешь. Да. Человек, который смотрит, да. Который смотрит за себя и видит, и это возникает, действительно, совершенно, верно, печаль по Богу, которая дает покаяние. Вот эти плачущие, они благословенные. Потому что можно всю жизнь плакать и роптать на Бога, и в этой жизни ничего не будешь иметь, и в следующей жизни. Вы смотрите, часто у нас пенсионеры, озлобленные люди. Да, какие проклятия они на окружающих и на Бога. Сокрушайтесь, плачьте, смиритесь перед Богом, и Он вознесет вас. Опять-таки, тот принцип, о котором я говорю, принцип ракеты, да. Бог вознесет вас. Не злословьте, лошон, а ра. А дальше о суде, о том, что если мы судим другого, то и Бог будет осуждать нас. Правда? Нельзя говорить, я сделаю то-то и то-то, а если угодно будет Господу, все живы будем, и сделаем то и другое. Моя бабушка так всегда говорила. Вот если будет живы, то сделаем. Ну, я всегда смеялся, молодой такой, веселый, насмешник, да. Люблю насмехаться над другими. Вот, да. Как это так? Ну, что, мы до завтра не доживем? Ну, сейчас сам так говорю. Доживем, если живы будем, то сделаем, да. А когда я вижу какую-то ситуацию, которую мне не преодолеть, то я всегда говорю, да, что Господь, и мы Господни, да, и мы Господни. Хорошо. И кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Это о том, что пассивная позиция – это тоже грех, да. И дальше опять-таки говорится о богатстве. Богатый и бедный. Богатый и бедный. Видите, как интересно. То есть чисто практические вещи. Дальше. Засторождает ли кто из вас? Как? Исцелиться. Да? Что? Рецепт простой. Значит, если ему плохо человеку, пусть молится. Весел, пусть хвалит Господа. Тот, у кого одна нога, пусть хвалит Господа, что у него есть еще одна нога, да. Тот, у кого двух ног нет, хвалит Господа, что у него есть голова, да, на плечах. Вообще, самое страшное, вот, с чего можно бояться, это вот лишиться разума, правда? Можно быть без рук, без ног. Вот Ярослав Мудрый, почему он такой мудрый был? Он хромал, да? У него нога была переломана и плохо срослась. Вот он мудрый оказался. Есть часто люди такие инвалиды, и они сохраняют оптимизм и любовь. А есть люди, которые имеют все необходимое. Излишества? Нет, да? Тот же самый Конфуций. А почему Конфуций считает из колена Ашера, Асира? Это самое первое торговое колено в Израиле. На гербе колена Ашер и Нафтали, да, жили вместе. Нафтали – лань, а Ашера – корабль, да? Это торговое было племя, которое распространилось, да, везде. Так вот, Конфуций сказал очень интересную мысль. Запишите ее, это тоже к этикетам относится. «Подумай хорошенько, то, что тебе кажется необходимым, на самом деле излишним». «Подумай хорошенько, то, что тебе кажется необходимым, на самом деле излишним». Человеку хочется, он имеет что-то, но он хочется еще лучше иметь. Хочется что-то затмить другого. Часто у нас хорошая квартира, а он еще делает там ремонт такой, чтобы еще другой посмотрел, и зависть его у него была к нему, да, и так далее. Ну, в действительности, многие вещи для нас излишни, да. «Подумай хорошенько, то, что кажется тебе необходимым, на самом деле излишни». Я так думаю, что Конфуций – неплохой комментатор русной торы, по крайней мере. Есть, конечно, у него свои заказанчики, но у кого их нет. Правда? И здесь же опять говорится о зависти. О зависти, правда? Итак, дальше признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы изделиться. Как вы думаете, в каких проступках надо признаваться? Абсолютно во всех. Те, что вы считаете, перед человеком? Перед человеком? Да. Значит, видите, когда вы перед человеком виновны, да, в чем-либо, прежде чем вот будет у нас праздник особый, да, даже несколько, целая серия праздников осенних, связанных с покаянием, человек, прежде всего, должен уладить дела с человеком. Тогда дела с Богом уладятся. Но если дела человека с человеком не улажены, то дела с Богом не будут улажены. Вы знаете этот принцип, да? Он есть и в Танахе, и он есть в Новом Завете, и он есть в еврейской традиции. Значит, в этом отношении признавайтесь друг перед другом. А то есть разные такие случаи. И то, вы знаете, надо иметь мудрость во всем. Вот в исповеди, тайной исповеди, тоже есть определенные этические вещи, касающиеся исповеди. Может, мы об этом тоже затронем как-нибудь. Но не всегда нужно признаваться во всем. Ну, вот один человек пришел на домашнюю группу, ну, и всем публично, а там есть разные верующие, неверующие, там пришли люди послушать, и рассказал всем, покаялся, что он занимался анонизмом. Ну, занятие анонизмом или мастурбацией – это грех. Грех, да? Это грех, согласитесь. Но люди, которые зачастую, может, и сами это делают, других еще больше в этом осуждают. Кстати, есть христианские течения некоторые, которые говорят, что это не грех. Но я все-таки считаю, что это грех. Но не все вещи нужно говорить публично, правда? Но если ты нанес какой-то ущерб, то, безусловно, знаете, иногда были очень тяжелые способы покаяния. Это вот вы знаете, еврейская такая, старик Хатамыч, книжка, да, там, где один парень, который там начал, лошон горая на своих там товарищей, он начал гавкать, да? Так вот, если какой-то человек злословен на других, в еврейской традиции существовало у него такое покаяние. Он должен был несколько суббот, ну, столько суббот, сколько он на замечаниях был, вот, должен был стоять с зажженной черной свечой возле синагоги, и когда кто-то приходил, он должен был говорить, то, что я говорил про такого-то, такого-то, подобно собачьему лаю. Да. Ну, один человек тоже так покаялся в синагоге, что он застрелился потом. Было такое случае. Если вы знаете, был такой мудрец Лакоста, да, Лакоста, Акоста, сефарского происхождения, еврей, брат его, потом смылся из Атсердама и предпочел быть шутом у Петра Великого. Так вот, этот самый Лакоста, он был учителем спинозы, одно время он высказывал некоторые антиравинистические взгляды, но, опять-таки, я скажу так, что многие вещи, это не атеизм, а что, протест против религии, да, против мёртвой религии. Ну, по крайней мере, в конце его заставили покаяться. Его связали по рукам и ногам, положили возле, на самом пороге синагоги, и каждый входящий и выходящий синагога должен был становить на него ноги. Вот он покаялся, потом пришёл домой и застрелился. Так что такие вещи тоже бывают. Поэтому признавайтесь, но имейте что? Мудрость. Имейте мудрость. И молитесь друг за друга, то есть молиться за себя хорошо, но друг за друга ещё лучше. Чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. Видите, усиленная, некоторые говорят, что усиленная постом, но усиленная молитва, если мы молимся друг за друга, если мы молимся, можно сказать, совместная молитва, да? Из этого контекста усиленная молитва. Дальше приводится пример Ильи, который помолился. вот и три года на Украине была теплая зима. Потому что Израиль очень связан. Вот была теплая зима у нас, да? Вот когда на Украине теплая зима, в Израиле засуха. В Израиле дожди выпадают в основном зимою. И есть такое, если вы посмотрите, Украина, она прямо вот по Меридиану находится, да? А Израиль находится в аэродинамической трубе. Где Иорданская долина, да? С севера на юг. И когда на Украине теплое лето, то есть перепады, да? Тепла и тепла. Меньше. А если тепло и холод, больше ветер, сильнее. И больше дожди приносят в Израиль, да? Все связано. Потом опять помолился, и небо дало дождь. Если кто из вас уклонится от истины и обратит к твоему, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Что значит покрыть? Помните? Капара. Да? Покрытие. И день покрытия, или судный день, мы иногда говорим. Но более правильно это что? Видите, когда день, когда погреваются грехи, да? Искупление, мы еще говорим, искупление тоже на иврите. Капара, потому что капара – это крышка, да? Йом-ки-пур. Это день, когда Бог покрывает наши грехи. Теперь более практическим высказыванием переходим. Да, и что вы говорили благочестие, помните? Это сда-ка, да? Мы там термин благочестие пропустились, значит, вы обязательно допишите. Теперь, значит, непосредственно переходим к еврейской мудрости и тому, как выполнять конкретно заповеди. Смотрите, что говорят еврейские мудрецы. Когда я говорю о еврейских мудрецах, вы сами понимаете, это есть комментарии, которые, да? Это не есть Божья истина в конкретной инстанции, но люди Божьи, или вы думаете, что люди Божьи – это те, которые знают или Иисуса, или только те, кто крещены Духом Святым со знамением языков? Да? Правда? Давид, Соломон и многие люди, они, может, об Иисусе только в проекте имели понятие. И поэтому есть тоже Божьи люди, которые правильно размышляли, и есть у них очень мудрые высказывания. Поэтому мы можем пользоваться. Наиболее самая лучшая книга, которую мы можем найти в Талмуде – это уже вам говорил Валентин Романович, или Александр Тадрабеев, да, говорил? Перхей Авод, да? Перхей Авод. Поучение отцов. Поучение наших отцов. И так определили мудрецы наших. Это записывайте определение. Три знака отличия у еврейского народа. Три знака отличия еврейского народа. Милосердие, застенчивость или скромность и благотворительность. Застенчивость – это не тот, кто за стенку держится, вы понимаете. А то, как выпью, так сразу застенчивым делаешь. Хорошо. Значит, милосердие. Как будет? Ра-хум. Да? И третья благотворительность. Милосердие – ра-хум. Ра-хум. Видите, само это слово – ра-хум – содержит рух. Дух. Да? Его милость, его милосердие – ра-хум-о. И мы Бог милосердный поем. Да? Бог милосердный. И мы какие? Милосердные. Второе – застенчивость. Это цни-ут. 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 Вы слышите такое выражение? Цнотлива жинка. Цнотлива. Цнотлива. Украинская. Украинская – цнотлива, да? Цни-ут. Цни-ут? Да. Цни-ут. 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 Видите? Ц-эн. Это того же корня, как цена. Да? Цни-ут. Или целостность. Или целостность. Или еще, может быть, пониматься, целостность, неповрежденность, да? И целомудрие, да? Целомудренность, скромная, неповрежденная, да? Вот. Если неповрежденный, то ценный. Если неповрежденный, то не ценный, да? Корень – то же самое, как цена. Цни-ут. Итак. Рахум. Рахум. Это что? Милосердие. Имеет как рох. Да? Цни-ут. Так. И что мы говорили? Благотворительность. Цда-ка. Цда-ка, да? Праведность, благотворительность, благочестие. И это все включает в себя это слово. Итак. Три качества еврейского народа. Милосердие, застенчивость или скромность, и благотворительность. Еще интересно, что мы должны проявлять любовь и милосердие не только к людям. А как вы думаете, к животным должны? Есть определенные правила в Торе, которые относятся к животным, да? Мы тоже знаем. Еще сказали они. Тот, кто жалеет живых существ, ведомо, что из потомков Авраама он. А кто не жалеет живых существ, ведомо, что не к потомкам Авраама он относится. Тот, кто жалеет живых существ, ведомо, что из потомков Авраама он. А тот, кто не жалеет живых существ, ведомо, что не к потомкам Авраама он относится. Вот, например, такая вещь, как убой скота. Видите? Определённые должны быть условия. Различные есть способы. Электрическим током. Есть способы, когда перебивает позвоночник. Животное безвижится, но оно ещё остаётся живым. Её чуть ли не живым разделывает. И так далее. Но один врач изучал способы убоя скота. И сказал, что убой скота тем еврейским способом. Шхита. Шхита – это действительно самый безболезненный способ. Как правильно проводится шхита? Животное, которое во время шхиты, оно не должно кричать. Если животное кричит, оно что? Некошерное. Оно испытывало боль. Всё. Оно в пищу не годится. Эта кошка некошерная. Сыня. Ну, понятно. Но это есть определённые условия, да. То есть, нужно обязательно, если допустим убийство животного, да. Это те, которые говорят, что кошек, этих козликов нельзя убивать. Кошек мы не едим, правда. Козликов нельзя убивать, там, этих коровок, да. Они неправы. Потому что Бог разрешает это. Но это не должно быть, существоваться жестоко и не должно существоваться ради похоти человеческой, а повреденных условий ради, да. И кровь, как вы знаете, в пищу недопустимая. Как христианам, да, так и евреям. То есть, кровяная колбаса нежелательна. Если только разве в том случае, если это как лекарство. Ну, допустим, если приписывают гематоген как лекарство, да, тогда можно. Итак, смотрите, значит, нужно жалеть живых существ. Охота, охота запрещена. Кроме тех случаев, когда это необходимо для жизни, да. Кроме тех случаев, когда необходимо. Но есть охота, как спорт. Когда просто любят охотиться, да. Это просто убийство ради развлечения. Вот смотрите, монголы, а среди монголов было много христиан, и восточная церковь, сирийцы, а сирийцы, да. И в одной из заповедей Чингисхана, это Яса, видите, Яса, то же самое, что Аса, делай. То, что нужно делать. Там сказано, что нужно пить кровь животного. Хотя раньше это было запрещено. То есть, Чингисхан конкретно жестокость хотел выработать в монголу употреблением крови. А раньше это было запрещено. Значит, оказывается, евреи еще раньше запретили это. У меня есть книга, которую я привез с Казахстана, о буквах, которые был алфавит, которые пользовались первые жители Монголии, Казахстана и так далее. И там так, настолько похожи буквы на еврейские, что явно видно еврейское влияние. И так, значит, нужно заботиться не только о человеке, но и о животном, да. И тот, кто воспитывает в ребенке, там, типа, знаете, в мушке обрывает крылья, лапочки, да, и так далее. Или там некоторые, да, издеваются над домашними животными. Это недопустимо в воспитании. И все мы, Израиль, это все одна семья. И пока сыны Израиля состояли из одной семьи, все их духовное наследие заключалось в четырех основных заповедях. Вот, Авраам, Исаак, Яков, да. Они не имели-то 613 заповедей. Они не имели семь заповедей. Они не имели десять заповедей, да. Но наши мудрецы говорят, что у них было четыре заповеди. Первая заповедь – вера в единого Бога, Творца Вселенной и ее правителя. Второе – творение правосудия и милосердия на земле. Третье – соблюдение ритуала обрезания. И четвертое – любовь и верность в земле наших предков, которые Господь Бог обещал им и их потомкам после Него. И какие же грехи самые серьезные? Вы знаете, что в принципе есть такие вещи – грехи, которые Тора не прощает. Я не говорю, что они непростимы вообще. Но я вам скажу, что нету грехов к смерти, если эти грехи, единственные грехи к смерти – это какие грехи? Которые не исповедованы, да? Не исповедованы. Но Танах, или, как мы говорим, Бетхий Завет, говорит о трех самых серьезных грехах. За них не было прощения, ни городов, убежища. И даже если человек хватался за рога жертвенников, все равно его должны были казнить, да? Это вы запомните и обязательно должны помнить. Это что? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Блуд и кровосмешение. Блуд и кровосмешение. Так. И что у нас? Третье. Убийство. Сознательное убийство. Здесь не говорится о убийстве в различных случаях, мы будем говорить о них, которые не являются убийствами или имеют смягчающие обстоятельства, но идолопоклонство, блуд и кровосмешение, и убийство. Поэтому, если тебя заставят под страхом смерти, есть свинина. Нормально? Некоторые без страха смерти это едят. Проблемы немного, да? И так далее. Можно нарушить любую заповедь. Можно нарушить все заповеди. Но нельзя нарушить ни одну из этих трех заповедей. Если к тебе приходят и говорят, убей этого человека или мы убьем тебя, да? Знаете, сначала мы убьем тебя, потом и нас убьют. Так что нужно сказать? Нет. Нет. Если скажут, что убьют твою семью, что нужно сказать? Нет. Да? Да. Но если человек приходит, тебя с целью убить, что сделай? Убей его первым. Ну, понятно. Иначе первым он убьет тебя. Понимаете? То есть, здесь уже идет речь не в убийстве, а о чем? О защите. Это совершенно другая вещь. Итак, идолопоклонство. Если тебе скажут конкретно о поклонении идолам, да? И многие христиане это делали, что? Они отказывались. Они отказывались. Кровосмешение и блуд. Вот очень, очень интересный, интересный фильм. Вот я, видите, перепишу. И еще возьмите себе отверженные. В трактовке по Виктору Гюго, но в трактовке современной. Фильм 95-го года, по-моему, это последний фильм с участием Бельмондо. И там отверженные евреи. И там вы увидите, как был один еврей, которого там спасли сначала, а потом они пользовались этим евреем. И как жена этого спасателя, спасителя, как его, пыталась его соблазнить. Он прямо как Иосиф вел себя. Вы посмотрите, посмотрите. Очень, очень сильный фильм. Очень сильный, интересный фильм. Если будет возможность вам показать коллективно, то же я советую посмотреть. Это же отверженные евреи. Вы смотрите фильмы еврейские о евреях. Это очень интересная вещь. Значит, три вещи. Запрет и дал поклонство. Это первая заповедь. Исход 20-я глава. Второй стих. Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской. Да? Да. 20-я глава. Второй стих. Из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. И дальше. Некоторые говорят, что это вторая заповедь. Некоторые говорят, что это продолжение заповеди. Не делая себе никакое изображение. Да? Идола того, что в небе вверху, что внизу, тут употреблено слово кумир, в действительности стоит, стоил пессель. Статуя. Статуя. Ну, у нас часто статуи кумира Ленина были. Да? Понимаете, не только оригинализм. Не поклоняйся и не служи. Некоторые говорят так, что это одна заповедь. Да? Не делай изображение, не поклоняйся и не служи. То есть, не делай изображение с целью поклонения. Да? А как решил этот вопрос великий и мудрый Мухаммед, у которого мама была еврейка? Вы знаете, что у него мама была еврейка? Он был кошарный еврей. Вообще, все течения, удивительно, почти, что все создавались евреями. Да. Так что сказал Мухаммед? Нельзя делать вообще никакое изображение. Это есть выполнение заповеди? Это ограда. Это чисто еврейский принцип. Да? А ограда? Это заповеди. Ну, узорчики делают. Не должны животных изображать и так далее. Ну, евреи обычно не изображают животных. Ну, иногда лань изображается или животные, которые на гербах Израиля бывают. Да? Вот тут у вас где-то есть с изображением лани, подсвечник. Бывает иногда изображен лев, да? И так далее. Но это не с целью поклонения. Запрет кровосвещения. Значит, здесь две заповеди, да? Вот. И говорят, не прелюбодействуй. И есть еще много заповедей, которые говорят о различных формах прелюбодеяния, да? Кровосмешения и так далее. Вот. Кровосмешение употребляется буквально термин гилгулат. Качение вниз. Человек, который совершает кровосмешение, там даже не смешение, а качение вниз. Куда он катится? Да, в ад, в преисподнюю. Изобрет о кровопролитии, да? Шестая заповедь, исход 20 глава, 13 стих, не убивай. Буквально, не совершай преступления, убийства. Не вообще говорится об убийстве, как лишении человека жизни. Было много неправильных трактовок этого. Так, перерыв, да? Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»